Всем привет! Меня зовут Головчанская Юлия, я программист компании Playrix и со мной в студии Петр Советов. Петр является преподавателем университета МИРА, а также разрабатывает компиляторы. И сегодня Петр будет рассказывать у нас доклад о процедурной генерации задач по программированию. А также я хочу вам напомнить, что задавайте свои вопросы по докладу в чат, и после мы в дискуссии их обязательно обсудим. Петр, тебе слово. Спасибо большое, Юлия. Всем привет. Ну что ж, я начинаю. Итак, небольшая в начале предыстория. Почему я, в принципе, заинтересовался этой самой темой процедурной генерации задач по программированию. Дело в том, что мне поручили некоторое время назад организовать новый курс программирования на языке Python в университете МИРА. Чему я, в принципе, был очень рад, поскольку Python я давно занимаюсь профессионально, еще с середины 2000-х годов. Но оказалось не все так легко, как мне представлялось в начале. Курс по-настоящему массовый. То есть у нас его, так сказать, посещает свыше полутора тысяч студентов. И очевидно встает проблема плагиата, то есть, грубо говоря, списывания со стороны студентов, списывания решений этих самых задач по программированию. А для преподавателей большая нагрузка в связи с тем, что проверять надо очень много присланных решений. То есть это уже не тысячи, а десятки и десятки тысяч. Это очень тяжело сделать на хорошем уровне, потому что, грубо говоря, глаз замыливается, и на каком-то ином решении уже теряешь сноровку. И, наконец, со стороны студентов постоянные пожелания. Им хочется получить все больше и больше вариаций этих самых задач. Для тренировки, для того, чтобы набить руку. И в связи со всеми этими обстоятельствами, ну вот откуда взять столько задач? В идеале снабдить каждого студента своим набором индивидуальным задач. А как это сделать? Ну и мне пришла в голову идея сгенерировать их процедурно. И появилась у нас система такая на кафедре цифровой ассистент преподавателя. И, собственно говоря, о тех генераторах задач, которые там используются, я сегодня и буду рассказывать. Но прежде чем, собственно, переходить к делу, я хочу отдельно отметить, что генератор задач – это, конечно, не панацея. У нас им нашлось место. Это, в первую очередь, небольшие тренировочные задачи, которые генерируются автоматически. Но при этом преподаватели все-таки создают задачи. Просто это более сложные, более интересные задачи. И это, конечно, делается вручную. То есть одно не заменяет другое. Ну а теперь о тех идеях, которые меня вдохновили на создание, собственно говоря, генераторов. Этих самых задач по программированию. Ну, во-первых, процедурная генерация, я думаю, у многих ассоциируется именно с компьютерными играми. Например, у меня так… Это точно так. Например, о чем может идти речь? Речь о генерации лабиринтов. Вот, собственно, здесь представлены некоторые игры, в которых это имеется, имеет место. Что еще можно генерировать? В принципе, многое. Например, текстуры или 3D-модели. Опять же, есть игры, в которых это делается автоматически, с помощью алгоритмов. Но можно вообще замахнуться на целые галактики, солнечные системы и так далее. Тоже генерировать их алгоритмически или процедурно. Вот как раз известная серия Elite. Там это все присутствует. Еще более, на мой взгляд, близкий подход, собственно говоря, к моей тематике, к созданию генераторов задач по программированию, это процедурная генерация не просто для игр, а именно для игр головоломок. Вот, в частности, известная логическая игра Сокобан. Здесь на картинках представлено несколько состояний, несколько стадий, в которых, собственно говоря, играющий находится. Задача тут просто передвинуть ящики в нужные позиции. И если посмотреть литературу на тему того, как исследователи предлагают генерировать эти самые головоломки, то есть уровни для головоломок, то, в частности, предлагается следующее. Генерировать некую случайную конфигурацию из набора заранее заготовленных шаблонов. Это некая заготовка для уровня. А далее проверяется, является ли этот уровень, случайно созданный, корректным. То есть можно ли его в принципе пройти. А после этого еще один этап. Проверка на то, является ли этот корректный уровень, то есть проходимый уровень, еще и увлекательным, то есть интересным для играющего. Еще мне показалась интересная идея из других источников, полезная идея. Генерация не от начального состояния, а от конечного. То есть исходя из конечного состояния, мы уже знаем, к чему мы хотим прийти, мы можем правильно его создать и потом двигаться к одному из вариантов начального. Иногда это бывает очень полезно. Какие еще могут быть идеи? Опять же, тоже относящиеся идеи генерации головоломок. Генератор заданий или квестов со стороны неигровых персонажей в ролевых играх. И это, собственно говоря, может быть сделано с помощью порождающих грамматик. Что такое порождающая грамматика? Я чуть позже расскажу более подробно. Но сейчас можно посмотреть просто, что это какой-то свод правил. То есть квест это, либо достижение какого-то знания, или комфорта, или репутации. Это, конечно, то, что от нас хочет неигровой персонаж. И каждый из этих вариантов раскрывается в отдельных каких-то правилах. И получается примерно такое вот дерево, которое показано справа. И это довольно-таки разветленное дерево. То есть это все действия, которые нужно совершить играющему. То есть вот у нас основная цель шпионить за гоблином. Это все разбивается на какие-то подцели, и появляется такое вот сложное дерево. И если кто-то играл в подобные ролевые игры, знает, что процедурные квесты там с одной стороны есть, но с другой, конечно, таких сложных элементов не встречается. Обычно просто меняется один предмет на другой, и считается, что это уже другой квест. Но вот исследователи предлагают вот такие интересные подходы. Мне показалось это тоже интересным использовать в генераторах задач по программированию. Ну и от игр я все-таки перейду к более серьезной области. Автоматическое тестирование. Ну куда сегодня без автоматического тестирования? Тем более такой его популярный вариант, как фазинг. То есть случайное тестирование. Тестирование на случайных данных какой-то структуры. Вот здесь как раз показаны примеры работы такого вот генератора случайных данных. И даже скорее не данных, а случайных программ. Это SQL-запросы к базе данных. Ну и генерируются они с целью найти какую-то проблему, ошибку в движке базы данных. В принципе, тема фазинга очень близка, как оказалось, к разработке генераторов задач по программированию. И классический фазинг, то есть генерация вот этих случайных данных, может проходить на разных уровнях. Это может быть лексический, синтаксический уровень. То есть вот здесь, например, показаны программы, которые синтаксически корректны, но совершенно не факт, что если мы их выполним, они окажутся корректными с точки зрения смысла. То есть семантически. А вот как раз семантический фазинг, это некий такой уже высший уровень, наиболее, как мне показалось, близок к генераторам задач по программированию. И, кстати говоря, внизу показана ссылка на известную книгу, если кто-то интересуется вот этой тематикой случайного тестирования. Фазинг-бук – это очень и очень, на мой взгляд, хороший источник информации. Ну, а теперь я перейду к разработанным генераторам задач. И небольшое предисловие, прежде чем переходить к самим генераторам. Во-первых, что порождает генератор задач? На мой взгляд, разумно, если он будет порождать, во-первых, условия задачи, легко читаемые, например, студентом, в первую очередь. А во-вторых, некий набор тестов для автоматической проверки решения, которые студент присылает. В принципе, генератору задач какие-то надо бы, в принципе, предъявлять требования. Ну вот что я предъявляю? Например, это практически значимая тематика. То есть не какие-то искусственные задачи, а из практически используемой области. Это интереснее решающему. Вариативность. То есть вариантов задач, которые формирует генератор какого-то конкретного типа задач, должно быть много. И они должны различаться между собой. Увлекательность, конечно же. То есть, по крайней мере, задачу должно быть интересно решать с точки зрения того, что не используя один и тот же какой-то примитивный шаблон. Что-то должно быть более интересное. Контроль. Контроль. Имеется в виду, что генерируются вот эти вот случайные условия задач, но генерируются все-таки в каких-то разумных рамках. И у нас есть какие-то параметры, которые могут регулировать те или иные характеристики порождаемых задач. Ну и быстродействие тоже важный пункт, поскольку хотелось бы, чтобы генератор задач работал в режиме онлайн. То есть мы запросили новую задачу и буквально в течение нескольких секунд или быстрее получили, собственно говоря, результат. А вот, наконец, конкретные примеры. Здесь представлены примеры задач на преобразование математической нотации в код на питоне. Ну, наверху видно, что это достаточно серьезное выражение, вычисление функции. Тут и тригонометрия, и все прочее. Внизу вариант, где нужно использовать, очевидно, ветвление. И, возможно, рекурсию, но необязательно. Некоторые студенты и без этого справляются. Еще пара примеров. Итерационная функция предполагает, что студент будет использовать вложенные циклы и переменные счетчики. Накапливать будут эти самые значения. А внизу функция, которая оперирует векторами. Здесь у нас вопрос в том, чтобы реализовать правильную индексацию элементов. И, кстати говоря, для многих студентов это поначалу бывает проблемой, поскольку в математике мы индексируемся с единицей, а вот в питоне с нуля. А теперь, собственно говоря, к тому, с чего я начал работать над генераторами задач. Я начал с того, что решил, что мне, скорее всего, потребуется некая грамматика, описывающая арифметическое выражение. А как, в принципе, можно описать арифметическое выражение? Ну, к счастью, есть достаточно известный уже классический подход BNF, то есть форма Беккуса-Науэра. Вот здесь показано правило в этой форме. Слева у меня имя правило, а справа у меня его тело. То есть VAR, то есть какая-то переменная, это либо X, либо Y. Кстати, обратите внимание, в нижнем углу, влевом, показано то же самое правило, но в графической форме. Это то, что иногда называют синтаксическими диаграммами, а мне больше нравится название железнодорожной диаграммы. То есть у нас как бы поезд едет из одной точки в другой. Он может поехать прямо по X, а может свернуть и попасть на Y. Та же история с нам. То есть число это либо 1, либо 2. Ну, я все-таки уточни, что эта грамматика такая игрушечная, поэтому вот такой странный выбор. Либо 1, либо 2. Операции. Ну, положим только плюс и умножить. И, наконец, более интересное правило. Собственно, выражение что собой представляет? Либо переменная, либо число, либо выражение в скобках, и здесь появляется рекурсия, либо бинарная операция. И тут важно отметить, что обычно такого рода грамматики, BNF, используются для задач синтаксического разбора. Такие грамматики называются распознающими. Вот в Питоне, например, в документации можно найти грамматику на язык, то есть спецификацию синтаксиса Питона. Но есть еще и вариант порождать по грамматике, порождать какие-то предложения языка. И вот это как раз то, что мне нужно. То есть вот по этой грамматике я хочу порождать случайные выражения на языке арифметических формул. И сразу хочется это сделать красиво. С этого, опять же, я начал свою работу. Мне захотелось использовать то, что называется предметно-ориентированный язык. И в моем случае этот предметно-ориентированный язык, или DSL, это то, что указано в переменной source. То есть это некий исходный код. И здесь, прямо в этой строке, я записываю, как есть эту грамматику. Вот она красиво выглядит. Это не питоновский код, это некая строка, которую Питон должен с помощью моих функций разобрать и перевести в какую-то внутреннюю форму, и дальше сгенерировать, собственно говоря, выражение. Как я это сделал? Во-первых, я ввел функцию в духе parse bnf, показанная здесь на слайдах. То есть что здесь происходит? Первым делом вот этот текст грамматики переводится во внутреннюю форму. А внутренняя форма – это всего лишь словарик. В этом словарике у меня есть ключи, то есть имена правил, и есть значения. Это тела правил. И вот можно посмотреть, как этот процесс идет. Он очень прост. То есть сначала я разбиваю построчно всю грамматику, получаю список строк. Далее я разбиваю каждую строку по знаку равенства. У меня получается пара имя и тело. И в конце концов я записываю в грамматику по ключу имя, значения. Я снова разбиваю тело по теперь уже символу вертикальной палки, то есть по альтернативе. То есть тело каждого правила является списком из альтернатив. И получается вот такой словарь, и с ним уже можно работать. Кстати говоря, то, что здесь происходит, сначала синтаксический разбор из исходного текста грамматики во внутреннее представление – это очень похоже на то, как работают реальные компиляторы. Но, как видите, это всего несколько строк. И вот вторая функция – generateExpr, которая принимает грамматику во внутренней форме и принимает некое правило стартовое. И что она делает? Если ей передать на вход экспр, то она, я надеюсь, благополучно находит в грамматике этот самый экспр и делает случайный выбор одной из альтернатив. Тело этого правила. Ну а далее просто формируется последовательность с учетом порождения рекурсивных вызовов того же самого generateExpr. То есть получается некая фраза на вот этом языке арифметических выражений. Как это может выглядеть? Ну вот, например, вот так. Тут видно, что выражения бывают очень разными при генерации. Есть просто, например, константа, двойка, есть х, а есть что-то более сложное со скобками, вложенными с операциями. Насколько это все подходит? Как я быстро выяснил, это не очень удобно для использования в генераторах задач по программированию. Ну вот, например, выбор осуществляется равновероятно. То есть действительно там была функция choice из модуля random. Она как раз и осуществляет равновероятный выбор. А вот как бы хотелось, например, расширить этот синтаксис? Вот, допустим, добавить в процентном соотношении вот эту вероятность для каждого из альтернатив. Это было бы удобнее при генерации каких-то конкретных объектов случайных. Не учитывается контекст. О чем идет речь? Вот, предположим, что есть задача сгенерировать выражение, а точнее под выражение для вот этих знаков суммы. И здесь есть контекст. И в виде контекста, в первую очередь, выступают вот эти переменные счетчики. То есть если при генерации вот этого выражения в него не попали переменные соответствующие, то, наверное, в этом мало смысла. То есть надо учитывать, что генерировать надо не все подряд, а получить такое выражение, в котором хотя бы один раз фигурируют вот эти вот i и c. Вот тогда это будет ближе к делу. Опять же, этого пока у меня не было. Нет пользовательских функций в правилах. Можно вспомнить, как у меня было сделано. Нам это либо один, либо два. А вот было бы здорово просто вызов функции оформить прямо внутри синтаксиса вот этого моего DSL и сделать вызов функции run in. Случайное значение в заданном диапазоне. Ну и, наконец, выдается строка, с которой, в принципе, уже мало что можно сделать. Можно ее просто напечатать, сохранить куда-то. А вообще говоря, это представление сформировано. Еще полезно было бы проанализировать и попреобразовать немножко. То есть хотелось бы иметь некое удобное для таких вот трансформаций промежуточное представление. Такое промежуточное представление, вообще говоря, имеет известное название. Это дерево абстрактного синтаксиса или АСТ. Вот, допустим, есть некое выражение. А вот соответствующее ему дерево. И вот если ходить по этому дереву, то можно найти какие-то возможности для его преобразования. Допустим, если бы у нас где-то было там, например, x умножить на единицу, я мог бы легко преобразовать это просто в x. Или там x плюс 0 просто заменить на x. То есть такого рода упрощение мог бы сделать. Ну, а создавал бы я такое дерево вот примерно таким образом, как здесь указано слева внизу. То есть это вполне себе код на питоне. Если у меня есть такие вот конструкторы узлов, то я мог бы, используя их вложенность, построить вот соответствующее дерево. То есть хотелось бы двигаться именно в этом направлении. И куда меня это привело? Привело меня это к созданию встроенного функционального DSL. Вот так громко он звучит. На самом деле в своей игрушечной версии он занимает всего вот эти две строчки. Две функции – app и alt. Почему он функциональный? Ну, кстати говоря, ниже описана сама грамматика. Та же самая грамматика, что и раньше присутствовала. Только теперь на этом вот языке. Здесь уже это не просто текст. Это обычный код на питоне. Но он все еще похож на грамматику. То есть он достаточно декларативный. То есть тут не описывается, как что генерировать. Просто указано, что надо сделать. А почему он функциональный? Ну, посмотрите, сколько здесь лямбд. Да, почти везде лямбды. Ну, если говорить серьезно, то, так сказать, лямбду здесь не просто так. Я сейчас о них поговорю. Во-первых, вот эти вот конструкторы узлов. Я пишу теперь var не просто x, а некий символ x. Или нам – это не просто случайное число, а некий интеджер. Это все конструкторы узлов арифметического дерева. И здесь я переиспользовал функции замечательной библиотеки SimPy. Вот она внизу показана. Это библиотека для работы с символьной математикой. Очень удобная библиотека, особенно для моих целей, как оказалось. И вот как раз вот эти все символы, интеджер, add и прочее – это все узлы, из которых можно строить дерево. И далее использовать SimPy для прочих каких-то преобразований. Итак, var – это просто какой-то x. А вот нам – это почему-то лямбда. А вот внутри лямбды достаточно, на мой взгляд, понятное выражение. То есть это некий узел интеджер, а значением его является случайное число от 1 до 10. Ну и легко понять, что если лямбду убрать, то нам будет всегда одним и тем же значением. Пусть и случайным, но на этапе создания нам это значение зафиксируется. А вот если это у нас лямбда, то значит надо вызвать функцию нам, собственно, как есть, и будет выдано каждый раз новое значение, новый узел. То есть лямбда, по сути, занимается отложенными вычислениями. Вот та же история с операцией. То есть это выбор либо конструктор ADD-сложения, либо умножения. А вот еще одна интересная конструкция. Prim – это некое примитивное выражение. Это либо переменное, либо число, либо выражение. И здесь зачем нужно АПП? Если это просто var, ну, alt, понятно даже по названию, это выбор из альтернатив. Вот это, собственно говоря, здесь реализована функция def-alt. А вот если мы выбираем, положим var, проблема нет, возвращается x. А вот если мы выбираем нам или expr, вспомним, что нам и expr – это некие лямбды, то есть некие функции. Поэтому им нужно АПП вот в этой как раз примитивной реализации. АПП – это от слова apply – применить, просто проверяет, является ее аргумент функцией. Если является, то функция вызывается. Иначе возвращается f как есть. Вот и вся история. То есть binary – это просто выбор одной из операций, собственно говоря, и применение к случайным выражениям. Ну, а выражение – это вот как здесь показано. Это либо двоичная операция, либо примитивная операция. И проб – это у нас как раз вероятность, то есть это именованный аргумент, который задает для binary и прим соответствующие вероятности их выбора. То есть, в общем-то, все, что я хотел, таким образом я добавил. Как это может работать? Вот пример работы этого самого нового варианта предметно-ориентированного языка. Здесь красиво напечатленные выражения. Это заслуга системы латех и, опять же, заслуга симпай, который позволяет генерировать в формате латех. И здесь, кстати говоря, можно обратить на то, что нет обычных иксов, нет каких-то обычных чисел, то есть нет таких вырожденных выражений. А как я с этим справился? Ну, я просто добавил еще одну функцию. То есть функция, которая выбирает подходящие выражения, прежде чем их возвращать. Здесь используется экспр. Это как раз та самая грамматика, которая выдает конкретное выражение арифметическое. Но дальше происходит следующее. Симплифай – очередная функция от модуля симпай. То есть мы первым делом упрощаем выражение. Далее еще накладываем ряд ограничений на получившееся выражение. То есть упрощаем – это значит убираем различные вещи типа х плюс 0 и тому подобное. А вот eCountX – это всего лишь проверка на то, что в нашем выражении сгейированном обязательно присутствует хотя бы один раз переменная х. А здесь countops – это количество операций. То есть мы хотели бы, чтобы операции было больше одной и меньше десяти. А вот эти странные вещи – это проверка на то, что если случайно у нас получилось что-нибудь в духе х делить на 0, и симплифай от модуля симпай все это перевел в какую-нибудь бесконечность, мы это просто проверяем и не выдаем такие значения. Это, так сказать, уже специфика работы с симпайом. Ну и что получилось? То, что получилось, показано было ранее. А я сейчас хотел бы просто немножко обобщить этот подход. То есть что происходит? Я в бесконечном цикле формирую очередное выражение, а дальше проверяю его на его, так сказать, применимость, на то, что оно хорошее. То есть оно удовлетворяет всем ограничениям наложенным. И пока этого нет, я все еще генерирую и генерирую. В принципе, то, что я сделал вот в этой функции на предыдущем слайде, это называется методом generate and test. То есть сгенерировать и проверить. Метод этот поистине универсален. То есть есть некий модуль сгенерировать, он генерирует какое-то случайное предложение, случайный объект в каких-то общих заданных рамках. Но достаточно общих, вот это важно. А далее модуль проверки оценивает, насколько получившийся вот этот вот объект удовлетворяет уже конкретным каким-то критериям. Ну каким угодно это, в принципе, могут быть критерии эстетические, какие хотите. И если не удовлетворяет, то мы отказываем модуль сгенерировать, так сказать, и просим его сделать еще одно предложение. Ну а если все хорошо, то возвращается результат. И этот метод используется во многих областях. Эволюционные алгоритмы, то есть те алгоритмы, которые вдохновлены биологической эволюцией, там та же самая история. Сгенерировать и проверить. Задачи интеллектуального поиска в области искусственного интеллекта, в частности задачи удовлетворения ограничениям, это тоже из этой же оперы. Ну а более, может быть, интересная для многих это вот тема машинного обучения и тема генеративно-состязательных сетей, ГАН. Как оказывается, там та же самая история. То есть генерировать это одна нейросеть, а проверить это еще одна нейросеть. Вот так вот они в паре действуют. То есть метод на самом деле очень мощный, но не очень быстрый. И по поводу его быстродействия я еще скажу далее. Но есть еще более такая вот техническая проблема. Вот сейчас закомментирована строчка на питоне. Это то, как выглядела выдача случайного выражения раньше. Все, что я сделал, я убрал вот эту вот вероятность. Я просто сделал так, что binary и prim выбираются равновероятно. Лишь к чему я пришел, к не очень удачному подходу, решению. Почти каждый раз у меня выдавалась проблема превышения максимальной глубины рекурсии. То есть дерево вот этого выражения неконтролируемо росло. Мне это, конечно, совсем не понравилось. Я начал думать о том, как можно, собственно говоря, заложить более серьезные архитектурные моменты в свой генератор задач. И вот сейчас я как раз хочу рассмотреть упрощенный генератор задач, который построен в соответствии с более серьезными архитектурными подходами. Этот упрощенный генератор всего лишь формирует случайные полиномы, многочлены и предлагает, собственно говоря, перевести их в код. Что сделано? Во-первых, вот этот подход Generate and Test, он теперь является иерархическим. То есть генератор задач разбит на вот такие вот подгенераторы, тоже с обратной связью. И, кстати говоря, это позволяет ускорить работу генератора задач. И, кроме того, для большего контроля, чтобы не было вот этого вот Recursion Error, то есть ошибки превышения глубины рекурсии, используются уже более специализированные шаблоны. Мы не просто по грамматике формируем любые выражения. И получается архитектура такая, которая показана вот внизу на картинке. То есть есть некий генератор полиномов. Он выдает случайный полином функции GenFunk, которая проверяет этот полином на то, что он является хорошим с точки зрения наших всех критериев. То есть он достоин для выдачи. Если нет, то мы возвращаемся снова к генерации полинома. Ну и, наконец, если действительно полином получился неплохой, то мы передаем его в GenTest. А GenTest выдает нам набор тестов, которые можно использовать для, например, автоматической проверки решений. И даже на этой стадии еще мы можем отказать в приеме вот этого самого полинома. То есть в этом случае вся вот эта связка полином и GenFunk представляется в виде одного генератора. Вот он выделен таким пунктиром. И GenTest может вернуться и попросить этот вот супергенератор сделать новое предложение. Вот здесь в таком простом виде иерархия уже присутствует. Ну что же, как это работает на практике? Во-первых, для того, чтобы сгенерировать полином, сначала начать надо, наверное, с одночлена. И вот функция моно как раз этим и занимается. Она принимает на вход степень и формирует, собственно говоря, то, что показано справа. То есть здесь варианты коэффициентов либо обычные, либо с дробью. Причем приоритет отдается вариантам обычных коэффициентов. Ну а далее, собственно, полином. Ему передается переменная MaxPower, то есть максимальная степень. И MaxTerms – это максимальное количество членов. И получается вот результат, который показан справа. То есть делается выборка случайно из степеней, а потом это все передается конструктору сложения, который, кстати, может иметь много членов. И как раз все степени передаются на вход моно. И получается то, что показано, опять же, справа. Есть еще один момент. Как генерировать тесты? А тесты генерируются следующим образом. Ну, во-первых, в данном конкретном случае генерируется случайно X. Затем, опять же, спасибо модулю SimPy, и вычисление арифметического выражения, опять же, за нас уже сделано. Причем можно прямо подставить вместо некого X его значение. И получается пара X и Y. И вот здесь снова ограничение. То есть, опять же, тот же самый подход сгенерировать и проверить. Мы сгенерировали пару, а теперь проверяем, насколько она хороша. В данном случае все очень просто и даже, я бы сказал, примитивно. То есть проверяется, что вот эта пара не присутствует еще в наборе тестов. То есть она уникальна. И только тогда добавляется. Ну, конечно же, можно добавить более интересные ограничения. Например, можно проверить на то, что Y в этих парах в тестах не совпадают. Потому что в худшем случае мы можем получить вырожденный случай, когда на всей значении X у нас всего лишь один единственный Y. И, соответственно, для решения задачи просто можно вернуть его. Опять же, диапазон для Y можно как-то ограничить. Тоже выдавать тесты, которые соответствуют этому диапазону. Можно учитывать время выполнения функции. И многое другое. То есть вот еще целый набор различных ограничений. А вот как выглядит в работе упрощенный генератор задачи. Здесь показаны два примера условий. В принципе, здесь, я думаю, только прокомментировать можно тот факт, что этот упрощенный генератор задачи формировал данные исходно в формате Markdown, MD, а получал с помощью утилиты Pandoc уже, собственно говоря, пользователь результат в виде HTML данных. Вот как показано здесь. Поэтому здесь все красиво выглядит в математической нотации, и все данные присутствуют, включая и проверочные тесты для студентов. Как проверять решение? Ну, тут очевидно, что поскольку мы работаем с плавающей запятой, нужно использовать что-то более серьезное, чем просто равенство. Вот функция S-close в этом плане помогает с заданной точностью проверять. Но это, так сказать, очевидные вещи. А вот из неочевидного, по крайней мере для меня, для меня было неприятной новостью узнать, что с математическими функциями мои генераторы задачи справляются хуже. Ну, что значит справляются хуже? Я попал на следующую ситуацию. Под Windows у меня генерировались задачи, а в Linux у меня они проверялись. Так вот, при проверке результаты не совпадали с тем, что ожидал вариант Windows. А если говорить более конкретно, вот пример простейший. Есть две версии Python, и эти обе версии 3.10.2. Разница только в том, что одна под Windows, другая под Linux. И вот если вычислить значение тангенса в какой-то точке, то все хорошо, но только до какого-то значения. Дальше вот красным выделено расхождение в значениях тангенса, в цифрах вот этих вот. Ну, о чем идет речь? Это, собственно говоря, то, как на конкретной платформе реализована системная библиотека C, математические функции. Реализовано оно бывает по-разному, и с этим приходится считаться. И уже S-close тут не поможет. То есть это, на самом деле, серьезная проблема. Может быть, покажется, что это в каких-то отдаленных цифрах, поэтому, может быть, не влияет в реальность. Нет, к сожалению, не влияет. Вот, например, здесь показано решение рекурсивной функции с тангенса. И оказывается, что, собственно говоря, все цифры после запятой оказались не совпадающими в варианте Windows и Linux. То есть это явно не очень хороший вариант задачи. Как я это дело решил? Я просто вычислял каждый раз функцию дважды. С полной точностью и с урезанной, сильно урезанной точностью математических функций. Если разницы не было, тогда я пропускал эту функцию. Ну, вот таким вот путем, так сказать, пришлось больше это все считать, но, по крайней мере, оно теперь начало корректно работать. Ну, я много говорил про математические вот эти вот формулы и так далее, но я хочу сказать, что генерация задач не ограничивается математикой. Для наших студентов это были просто вводные задачи. Что дальше? Вот, например, задача на вычисление дерева решений. Дерево решений обычно, собственно говоря, его синтезируют в машинном обучении, а здесь надо просто его вычислить. И примеры вычислений показаны снизу, то есть это некая строка атрибутов. Собственно говоря, вот эти вот x2, x3 – это индексы в этой строке. И нужно получить один из результатов, соответствующий одному из листов этого дерева. Ну, здесь напрашивается использование ветвлений. Кстати говоря, для визуализации этого дерева использовалась утилита GraphVis. Тоже очень оказала большую помощь для работы с генераторами задач. Как студенты решали эту задачу? Многие действительно использовали функцию с большим-большим количеством вложенных ифов. И, в принципе, это было большой проблемой для нас, потому что, когда студенты приходили в целом к нам с решениями, которые мы не могли прочесть и они не могли объяснить, то было тяжело помочь им исправить эти решения. Некоторые создавали красивый интерпретатор деревьев решений. Ну, а совсем немногие предлагали вот такие оригинальные подходы, например, как показано ниже в коде. Это вообще решение без единого ветвления. Но вернусь к проблеме качества присланного кода. В общем, нас вот эта ситуация сильно не устроила, поскольку мы, как преподаватели, не можем эффективно дать обратную связь. Код настолько запутанный, что преподаватели, не только студенты, но и преподаватели в нем теряются. Поэтому мы добавили еще этап статического анализа присланного кода от студентов. Во-первых, мы проверяем на PEP8. И если не проходит PEP8, мы сразу же отказываем в приеме решений. А во-вторых, мы проверяем на так называемую цикломатическую сложность. То есть это количество различных путей выполнения функции. Если у нас функция всего лишь представляет собой линейный код, одни присваивания, то вот этот цикломатический CC параметр, он равен всего лишь единице. Но вот известное эмпирическое значение этого CC больше десяти. Это как раз то значение, когда код явно нуждается в рефакторинге, разбиении на какие-то отдельные функции и так далее и тому подобное. И вот таким образом мы, наконец, пришли к тому, что код студентов стал, наконец, более-менее читаемым. Кстати говоря, в будущем мы хотим попробовать еще и другую меру сложности. Не цикломатическую, а более современную когнитивную сложность. Ну, а теперь к моменту, когда все было хорошо, но не совсем. То есть мы использовали модуль Radon. Как раз в нем реализована цикломатическая сложность. Но, к сожалению, она не всегда помогала. Вот, например, пример, когда она совсем не помогла. Но тут очевидная проблема. Просто Radon не знал про вот эту современную конструкцию Match Case, которая появилась, как известно, только в 3.10 Питоне. И вот некоторые студенты сумели использовать эту лазейку. Но мы даже не стали такие задания, так сказать, отказывать в приеме, поскольку таких студентов было немного. Ну, еще какие могут быть варианты генераторов задач? Вот, на мой взгляд, очень насущная задача – подготовка табличных данных. Здесь просто можно сравнить по примерам, что происходит. Есть исходная таблица, есть результат ее преобразования. И можно заметить, что в исходной таблице первая колонка на самом деле содержит в себе не одну, а две колонки. И разделителем здесь является точка с запятой. Ну, и в каждой ячейке тоже есть какие-то моменты, которые в результате оформлены по-другому. То есть, например, фамилии по-другому стоят. Или в датах теперь другой порядок. Ну, и так далее и тому подобное. Все это надо сделать. То есть написать функцию, которая это все будет преобразовывать для произвольных таблиц. Еще пример с таблицей. Здесь добавляется еще этап транспонирования. То есть то, что было раньше колонкой, стало теперь строкой. Вот такого рода различные операции над табличными данными. И вот, наверное, один из самых сложных наших генераторов задач. Это генератор задач на разбор двоичных данных. Двоичные данные имеются в виду, скорее, двоичные форматы файловые. В духе, например, PNG. Или, если кто-то помнит, классический DOOM. Там был формат VAT. В таких форматах обычная сигнатура. Потом есть какие-то структуры. Вот, собственно говоря, слева все эти структуры показаны. То есть вот после сигнатуры, положим, идет некая структура A. И причем сразу с первого же поля все становится непросто, поскольку первое поле – это, оказывается, массив адресов структуры B. И вот так вот надо искать и выявлять все вот эти элементы по типам. И пример, собственно говоря, показан справа, работа с этими данными. Вот показаны двоичные данные, которые приходят на вход функции, которые должен разработать студент. А вот результат разбора – это некий словарик с сложными какими-то типами и элементами. Ну, а теперь еще, наверное, заключительная вещь, о которой я хотел обязательно рассказать. Как оценить качество решения задачи? Ну, понятно, что наши тесты позволяют, по крайней мере, сообщить, принята задача или не принята. А вот как сказать, хорошо ли задача сделана или не очень? Вот к чему мы пришли сейчас. Присланный код – это большой корпус из многих-многих тысяч присланных решений, то есть присланных программ, автоматически разбивается на кластеры по способам решения. Вот это вот самая интересная вещь, на мой взгляд, как можно разбить по способам решения, как можно выявить способ решения. Вот ранее было показано дерево абстрактного синтаксиса, а вот теперь показан некий граф. Он отличается, это то, что справа продемонстрировано, он отличается от дерева тем, что здесь есть какие-то интересные ребра, они с весами, и эти веса – это вероятности перехода. И вообще говоря, это то, что называется марковской цепью. И вот в таком виде мы и пытаемся находить способы решения. И когда это происходит, то есть кластеризация завершается, из многих тысяч решений для заданного типа задачи мы получаем до десятка кластеров, то есть до десятка, положим, или еще меньше, различных способов решения, преподаватели вручную помечают каждый полученный кластер числом баллов. То есть смотрят на вот этот вот способ решения и считают, насколько он хорош, насколько он предпочтителен. А далее, последний этап, система теперь автоматически уже может определить принадлежность очередного решения, присланного к одному из известных кластеров. И, соответственно, может проставить количество баллов уже автоматически. Вот эту штуку, вот этот подход мы считаем сейчас перспективным и развиваем. Ну, собственно говоря, теперь я наконец перехожу к выводам. Наша система уже успешно используется два года. И можно, так сказать, с удовлетворением отметить, что да, плагиат исчез. И, как нам говорят студенты, оценки стали более объективными. Но тут, может быть, даже и психологический фактор играет роль. То есть когда вам система говорит, принята или не принята задача, это как-то легче воспринять, чем когда некий человек говорит, что нет, неправильно. Преподаватели тратят меньше сил на какие-то рутинные операции, на проверку вот этих вот тысяч задач. И больше теперь тратят времени на какие-то более творческие дела, на создание более интересных задач, которые у нас не генируются автоматически. Ну и, естественно, на объяснение и так далее. И, надо сказать, что задачи новых типов мы создаем регулярно. То есть это такой процесс, уже он пошел и развивается. Спасибо всем большое за внимание. Собственно говоря, на этом я завершаю. Петр, большое тебе спасибо. У нас есть вопросы, так что, думаю, мы сейчас на них поотвечаем. Замечательно. Да, у нас вот Евгений Бикинин спрашивает. Кстати, он, мне кажется, и спрашивает, и предлагает идею одновременно. Потому что Евгений видит, что данный алгоритм хорошо применим, например, для первокурсников, которые изучают матаналисы и дифуры. Кстати, не было такого? На самом деле, когда я изучал литературу, я наткнулся на то, что вот этот вот подход автоматической генерации задач, он как раз использовался в математике, в геометрии и в других областях. А вот именно в области задач по программированию практически ничего я не нашел, и поэтому начал делать свое. То есть, скорее всего, то, что предложено, уже есть в литературе. По крайней мере, я на такое натыкался. Но, мне кажется, можно с этим опытом, который приобретен именно в задачах по программированию, вернуться к задачам математическим, и, может быть, что-то еще и более интересное, чем предлагали ранее сделать. Спасибо. И вот еще Евгений хочет некоторое уточнение, что немножко сперва непонятно, в чем проблема у студентов реализовать на питоне функцию, отображающую многочлен. То есть, в принципе, достаточно легкая задача. Конечно, да, совершенно верно. И здесь я ее просто привел для того, чтобы было понятно, как упрощенный генератор задач может действовать. То есть, в реальности это, скорее всего, задачи те, которые я показывал в самом начале. Помните, там были сложные арифметические выражения. Это, собственно говоря, где-то вот здесь. Вот такие вот вещи. То есть, это у нас, еще раз повторюсь, это самые-самые вводные задачи, чтобы студенты все-таки немножко почувствовали все эти генераторы, нашу систему, чтобы привыкли к ней, а заодно разобрались с нотацией. То есть, например, вот эти вот лапки, вот эти нижние, многих студентов вводят в замешательство. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, мы хотели бы… Да, это не сложная задача, но, по крайней мере, для некоторых студентов это как раз еще один шанс более детально изучить математическую нотацию, как бы это странно ни звучало. Спасибо большое. Еще у нас есть запрос от нескольких людей показать, есть ли на слайде где-то сгенерированная задача. Ну вот, собственно говоря, вот это вот. А, ну вам хочется полностью всю. Да, вот как бы с планком, видимо. Боюсь, что вот полностью, у меня просто ни одна задача не вошла в слайд. Может быть, мы в режиме дискуссии куда-нибудь там зайдем. У меня есть ссылки, я смогу показать тогда более детально. Согласна. Тогда, наверное, самое время предложить нам всем перейти в дискуссию, и далее мы продолжим обсуждение этой интересной темы. Всем большое спасибо. Петр, большое тебе спасибо за твой доклад. Спасибо.